В поисках выгоды почему россияне стали чаще хранить деньги на фондовом рынке вместо банковских вкладов 30 декабря 2019 года, 10-14 Владимир Цыгоев, Владислав Иванов С начала 2019 года в России заметно вырос интерес граждан к фондовой бирже Эксперты напоминают, что сокращение процентных вставок приводит к снижению доходности банковских вкладов Таким образом, непрофессиональные участники финансового рынка, то есть рядовые россияне, все чаще стали хранить деньги в акциях и облигациях Новые инвесторы в основном покупают ценные бумаги российских компаний, а не зарубежных, подчеркивают аналитики В 2019 году российский фондовый рынок испытал резкий наплыв частных инвесторов С января по ноябрь число индивидуальных инвестиционных счетов ИС на московской бирже увеличилось более чем в два раза С 597 тысяч до 1,5 миллиона Об этом говорится на официальном сайте торговой площадки Растущий интерес россиян к рынку ценных бумаг во многом связан со снижением привлекательности банковских вкладов Об этом в беседе S.R.T. рассказал эксперт по фондовому рынку БКС брокер Игорь Галактионов Согласно данным ЦБ, с января по вторую декаду декабря средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в 10 крупнейших банках России снизилась с 7,53% до 6,05% годовых Также по теме Спрос на рубли должен вырасти Почему в России могут быть введены отрицательные ставки по валютным вкладам С начала года в России заметно снизились ставки по банковским валютным вкладам При этом в ЦБ допускают, что проценты по депозитам Аналогичную динамику показывают и депозиты в иностранной валюте По последним по счетам ЦБ, с января по октябрь средняя максимальная ставка по долларовым вкладам в 30 крупнейших банках страны уменьшилась с 3,36% до 1,32% годовых По депозитам в евро показатель упал с 0,65% до 0,48% годовых Из-за угрозы замедления глобальной экономики в 2019 году ФРС США начала снижать свою базовую ставку и опустила ее до 1,5-1,75% годовых Аналогичные действия предприняли и другие мировые ЦБ, в том числе и Банк России Ослабление экономических рисков и замедление инфляции в нашей стране позволило ЦБ опустить ключевую ставку 5 раз, до 6,25% годовых Как следствие, в российских банках снизились процентные ставки по кредитам и депозитам в рублях и долларах Отметил Игорь Галактионов Как рассказал РТ, аналитик управления операций на российском фондовом рынке и к Freedom Finance Александр Осин Уже в первой половине 2020 года ЦБ может снизить ключевую ставку до 5,5% годовых В этом случае ставки по рублевым депозитам в российских банках могут опуститься до 5,5% годовых При этом эксперт не ожидает значимых изменений в политике ФРС и Европейского Центробанка в 2020 году Поэтому ставки по вкладам в долларах и евро в российских банках могут остаться вблизи сегодняшних значений Примечательно, что сейчас доля депозитов россиян в иностранной валюте составляет лишь 20,6% Об этом говорится в материалах ЦБ В результате ожидаемое снижение ставок по рублевым вкладам может стать определяющим для граждан при переходе на фондовый рынок Снижение ставок по депозитам и одновременно низкие темпы роста рынка недвижимостью стимулируют россиян искать более выгодные способы размещения средств Кроме того, благодаря современным технологиям фондовый рынок становится доступнее для среднестатистического гражданина Этот фактор способствует повышению финансовой грамотности населения и росту вовлеченности в рынок ценных бумаг, подчеркнул Галактионов На сегодняшний день 45% частных игроков фондового рынка предпочитают вкладывать свои деньги в государственные или корпоративные облигации Об этом рассказал RT, руководитель компании и открытия брокер Владимир Крикотень Напомним, облигации представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством или компанией Инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход Другими словами, держатели облигаций предоставляют свои деньги в долг бизнесу или государству Более рисковым активом для вложения являются акции Ценные бумаги дают владельцу право получать часть прибыли компании, но не гарантируют инвестору стабильный доход Так, стоимость и доходность акций компании напрямую зависят от эффективности работы бизнеса Любопытно, что среди российских покупателей акций большинство предпочитают вкладывать деньги в ценные бумаги российских компаний, а не зарубежных В среднем доля иностранных бумаг в портфеле наших клиентов сейчас ниже 15% Это связано с тем, что акции зарубежных компаний пока еще не стали привычными для небольших инвесторов Да, безусловно, россияне пользуются продукцией таких брендов, как Apple или Samsung Но национальные компании, например, Gazprom, Lukoil или Sberbank, остаются ближе нашим клиентам, отметил Владимир Крикотень Как полагают опрошенные эксперты, со временем растущая вовлеченность россиян в фондовый рынок может положительно сказаться на российской экономике Несмотря на высокие темпы роста числа частных инвесторов, объем средств населения на банковских депозитах по-прежнему очень высок Постепенный переток этого капитала на фондовый рынок может увеличить стоимость российского рынка акций Это может привести к позитивным изменениям в сфере регулирования и законодательства Бизнес сможет получить еще больший доступ к капиталу, в результате чего начнет расти деловая активность в стране, заключил Игорь Галактионов Субтитры создавал DimaTorzok